10 сентября этого года в Ленинском районе пройдут выборы депутатов и глав поселений. Практика проведения предварительного голосования с привлечением к отбору кандидатур широких масс населения используется партией «Единая Россия» с 2015 года. На мой взгляд, это очень хороший инструмент избирателю еще до старта официальной кампании оценивать деловые качества кандидатов. И если кандидат заручается в поддержке жителей, то, конечно же, это ему помогает в дальнейшей борьбе и дает ему уверенность. Один из 15 счетных участков предварительного голосования разместился в историко-культурном центре города Видное. В состав нашего счетного участка входит старая часть города, то есть улица Строительная, Школьная, Садовая, также микрорайон Маловидное-3, деревня Тарычева и клубный переулок, то есть новый дом за детским городком. Хорошие люди идут активно. 10 сентября этого года – значимый день для жителей Ленинского района. Выбор депутатов – Совета депутатов сельских поселений Булатниковская, Развилковская, Володарская, Молоковская и городских – Видное и Горки-Ленинские. Изменения этого года коснулись двух поселений по численному составу депутатов. Это сельское поселение Булатниковское и сельское поселение Развилковское. Теперь будут избирать 15 депутатов. Жителям предстоит выбрать и главпоселений – Развилковского, Володарского и Видного. Свой голос я отдала представителям молодого поколения. Хотелось бы, чтобы они активно участвовали в судьбе нашего района. Очень большие пожелания непосредственно в исполнении социальных нужд нашего района. А именно, это забота о пенсионерах, о стариках, о семьях неблагополучных. Мне хотелось, чтобы были решены вопросы с улучшением работы нашей скорой помощи. Чтобы персонал получал достойную зарплату, чтобы было увеличено количество персонала. Поскольку у нас увеличивается район, растет, не хватает людей для врачей, для обслуживания района. Явка избирателей на час съемок сюжета составила около 2%. Опыт предыдущих предварительных голосований показал, что она может быть значительно выше. Самое главное – обеспечить прозрачность процедуры. Самое главное – обеспечить и некую разъяснительную работу. После подсчета голосов за кандидатов от партии «Единая Россия» готовые протоколы будут рассмотрены Организационным комитетом. Результаты предварительного голосования будут известны не позднее 23 мая. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.